В этот день 22 сентября 1784 года на острове Кадьяк, русские основали первое постоянное поселение на Аляске, в Америке. 22 сентября 1935 года в Красной Армии вернули воинские звания, в том числе введено звание «Маршал Советского Союза». Трое из пяти первых маршалов погибнут от репрессий несколько лет спустя. В этот день 22 сентября родились Петр Палас, немецкий и российский ученый-энциклопедист, путешественник. Михаил Бестужев, декабрист, участник восстания на Сенатской площади, был сослан в Сибирь, где сделал немало для ее освоения. Алексей Лосев, русский писатель и философ. Сергей Ужигов, автор толкового словаря русского языка. Уже не одному поколению хорошо знаком увесистый фолиант «Толковый словарь русского языка». За полвека только в Союзе он вышел общим тиражом больше 7 миллионов экземпляров. С тех пор вышло уже два новых толковых словаря, но Ужиговский труд кажется вечен. История же словарей в России началась тысячу лет назад, во времена расцвета Киевской Руси, а формы и содержания их претерпели заметные изменения. Ужигов определяет словарь следующим образом. Собрание слов, обычно в алфавитном порядке, устойчивых к выражению с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык. Прообразы словарей встречаются в письменных памятниках XI-XII веков и в виде небольших списков слов с пояснением. В новгородской кормничьей книге от XIII века, содержащей церковные законы и русскую правду, был приложен глоссарий из 174 слов. Труды средневековых русских филологов отличались исключительно лаконичностью. Многие слова толковались удивительно односложно. Художество – хитрость, доблесть – мужество, вертоград – огород. 500 лет назад словари или озбуковники начали приобретать современную форму. Увеличился объем. В крупнейшем из трех, написанных в XVI веке и озбуковники уже 6000 слов. Эти образцы филологии писались в Троице Сергиевой Лавре, вероятно под просветительским влиянием преподобного Максима Грека. Издание по-настоящему систематизированного, осмысленного научного труда пришлось лишь на конец XVIII века. В 1794 году вышел словарь Академии Российской. Чуть более 43 тысяч кратких статей уместили в шесть томов. Правда, в него не вошло множество иностранных слов, уже ставших частью великого русского. Из-за чего первый филологический труд империи стал объектом иронии Пушкина. «Панталоны, фраг, жилет. Всех этих слов на русском нет. А вижу я винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я встарь в академический словарь». Самый фундаментальный и масштабный по сей труд появился в XIX веке. Не требующий особого представления, толковый словарь живого великорусского языка. 53 года ушло удаля на составление пояснений двумстам тысячам слов. Однако развивались науки, стремительно нанесся поезд технической революции, лексика пополнялась ежегодно. И уже к началу советского времени назрела необходимость в современном словаре. Первым эту задачу решил Дмитрий Ушаков. Трехтопный словарь вышел в свет в тридцатые годы. В работе над изданием, содержавшим более 85 тысяч слов, принимал участие и Ожегов как ближайший помощник Ушакова. Сергей в первом издании 49-го года содержалось 50100 слов, в том числе впервые такие нам привычные, как бомбоубежище, боеприпасы, гангстер, диверсант. Первые издания были не лишены идеологического налета. Одно из первых российских переизданий в начале 2000-х годов создало курьезный прецедент, так как содержало старые формулировки. Например, жители России узнали, что коррупция – уродливое явление, которое есть только в буржуазных странах. Мэры и префекты – реалии зарубежной действительности, а диссидент – это вероотступник. Новый век каждый день добавляет новые слова в повседневный лексикон и требует его систематизации. Хотя словарь Ушгова уже не покрывает полностью возможные лексические запросы современного человека, он дает почти исчерпывающее представление о разговорном русском языке, использующемся сегодня.